Эфир телеканала ОТС продолжает программу. Экстренный вызов. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Недетская жестокость. В Новосибирске отчим до смерти избил падчерицу. А в Искитимском районе мужчину приговорили за издевательство над пасынком. В полуазарта пристрелил товарищи. Отдел о смерти на охоте изучают в следственном комитете. Один набросился на полицейского в аэропорту, другой устроил перформанс в спальном районе. Дебоширы ответят перед законом. Начинаем с шокирующей истории, которая произошла накануне в Кировском районе Новосибирска. Маленькая девочка погибла от рук взрослого негодяя, а ее старшему брату понадобилась помощь медиков. Предполагаемого убийцу уже задержали. По данным следствия, 1 декабря 2019 года в вечернее время 38-летний мужчина в целях воспитательной меры нанес множественные телесные повреждения пятилетней девочке, от которых наступила ее смерть. В момент совершения преступления мать девочки находилась на лечении в медицинском учреждении. Другая похожая история произошла в Искитимском районе. Там жестокий отчим издевался над трехлетним сыном своей возлюбленной. Все произошло в июне минувшего года. Мать уехала на работу в Берц, а малыша оставила со своим сожителем. В присутствии женщины тот не позволял себе поднимать руку на пасынка. Но проводив супругу, мужчина первым делом напился, а потом начал истязать беспомощного мальчика. Бил его по лицу и тушил об голову и шею сигареты. Издевательство прервала соседка. Возможно, именно благодаря ей ребенок остался жив. Накануне суд вынес жестокому отчиму на удивление мягкий приговор. Три года лишения свободы условно. Очередные жертвы огненной стихии. В Новосибирской области за минувшие выходные произошло сразу три пожара с трагическими последствиями. Вечером в рабочем поселке Краснозерское вспыхнул частный дом из камыша, отделанный кирпичом. Пламя быстро распространилось по всему строению. Пожарные были на месте через считанные минуты. Но к тому моменту стихия уже бушевала вовсю. От воздействия огня обрушились потолочные перекрытия. Внутри находились пожилые люди. Двоих пенсионеров еще до прибытия расчетов МЧС соседи вывели на улицу. Но, к сожалению, спасти удалось не всех. В ходе тушения пожара была обнаружена погибшая женщина, 72 года. В настоящий момент на месте работает в составе следственно-оперативной группы дознавателей МЧС для установления причин пожара. Наиболее вероятная версия рассматривается как нарушение правил эксплуатации газобаллонного оборудования. Очевидцы сообщили, что в самом начале возгорания слышали сильный хлопок. Сотрудники спасательного ведомства предполагают, что находившийся в доме газовый баллон был неисправен и травил. В результате этой утечки, вероятно, и произошел пожар. Это огненное ЧП пополнило печальный список происшествий с человеческими жертвами, которые случились на выходных. 30 числа произошел пожар в Содомовом обществе «Колос» Новосибирского района, где наиболее вероятно при неосторожном обращении с огнем при курении погиб мужчина. Еще одна трагедия случилась в Калининском районе Новосибирска на территории поселка Пашино. Здесь также горел частный дом. Последствия оказались катастрофическими. Огонь практически уничтожил веранду. Кроме того, произошло обрушение кровли. Этот пожар унес жизнь 42-летнего мужчины. По версии дознавателей МЧС, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке. Леонид Вишенко, Алексей Погудин. Экстренный вызов. Несчастный случай произошел накануне в Купинском районе Новосибирской области. Трое приятелей решили поохотиться в лесу. В результате один из них погиб, а другой оказался под следствием. Подозреваемый стрелял в сторону леса, чтобы выгнать диких животных. Но в нарушении правил ведения охоты не убедился в безопасности своих действий. Хотя имел реальную возможность сделать это. Он произвел выстрел по кустам, где находился его знакомый. В результате 45-летний охотник получил огнестрельное ранение в область спины. И через непродолжительное время скончался. Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас следователи изучают все обстоятельства произошедшего. Стрелка и третьего участника инцидента, он проходит по делу свидетелям, уже допросили. Охотнику, который в пылу азарта позабыл об элементарных правилах безопасности, грозит до двух лет лишения свободы. Стали известны подробности загадочной гибели врача-нарколога. Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли в его собственной квартире еще две недели назад. Однако информация об этом появилась в СМИ только накануне. Следователи еще проверяют обстоятельства смерти зав. отделением новосибирского наркодиспансера. Но основная версия уже известна – это самоубийство. По нашей информации, мужчина был тяжело болен, согласно публикациям интернет-СМИ. Незадолго до смерти он рассказывал коллегам, что получает угрозы. Однако сотрудники комитета не нашли этому подтверждения. К другим темам испортил себе отпуск, а теперь еще и пойдет под суд. Жителю Омска предстоит ответить перед законом за пьяный дебош в аэропорту Толмачева. Фигурант попал под уголовную статью, устроив разборки с полицией. Попасть на борт самолета, улетающего в Таиланд, приятелям из Омска было не суждено. Оценив неадекватное поведение Буянов, командир воздушного судна решил оставить их на земле. По имеющейся информации, двое граждан находились в состоянии алкогольного опьянения. Использовали нецензурную лексику и пытались спровоцировать конфликт с другими пассажирами. Чтобы урезонить дебоширов, на место вызвали полицейских. Однако сдаваться без боя нетрезвые путешественники не пожелали. Они устроили настоящее шоу сначала в терминале аэропорта, а потом и в линейном отделе. В итоге один из загулявших пассажиров так увлекся, что вышел не только за рамки приличия, но и закона. В отделе полиции в отношении обоих пассажиров были составлены протоколы об административном правонарушении. При этом один из жителей Омска продолжил противоправные действия и стал оскорблять сотрудников полиции. Было возбуждено уголовное дело по факту применения насилия и оскорбления представителя власти. Изучив в ходе следствия записи видеорегистраторов с форменной одежды стражей порядка, правоохранители выяснили, что не сдержанный на язык фигурант ударил одного из полицейских. Мужчина полностью признал вину и в ближайшее время предстанет перед судом. Согласно действующему законодательству, ему грозит до пяти лет колонии. Пьяный дебош на чистой слободе, это жилмассив в Ленинском районе Новосибирска, может обернуться сразу двумя уголовными делами. Полицейские пытаются разобраться, что произошло в ночь с субботы на воскресенье на улице Спортивной. И есть ли в этой истории правые или только виноватые. Такой концерт жители многоэтажки наблюдали из собственных окон больше часа без перерыва. Неизвестный нетрезвый мужчина кричал, ругался матом и буквально пытался разнести на кусочки припаркованный у подъезда автомобиль. Очень скоро неадекватный вандал достиг желаемого. Хозяин машины вышел познакомиться с ним поближе, причем не один, а в компании сразу нескольких недовольных соседей. Им-то дебошир и пожаловался. Владелец авто якобы похитил его сотовый телефон, когда подвозил. Разбираться в потоке взаимных обвинений в итоге пришлось полицейским. На место выезжали сотрудники полиции, которые доставили мужчину в районный отдел для разбирательства и взяли от него необходимое объяснение. В настоящее время по данному факту проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение. Теперь людям в погонах придется выяснить, на самом ли деле был украден мобильник у ночного дебошира и во что обойдется ремонт машины ее хозяину. Любителя публичных разборок могут серьезно наказать, вплоть до привлечения к уголовной ответственности. И последнее, внимание, розыск. Полицейские ищут человека, который напал на работницу микрофинансовой организации и сорвал большой куш. 150 тысяч рублей. Все случилось еще 2 октября, так что налетчика можно назвать рекордсменом. Бегать от сыщиков ему удается уже два месяца, тогда как остальных разбойников ловят по горячим следам. В остальном история обычная. Неизвестный зашел в кредитный павильон на улице Богдана Хмельницкого около 8 часов вечера и пригрозил кассиру ножом. Перепуганная девушка отдала ему всю наличку и немедленно вызвала полицию. Если вы узнали налетчика, позвоните по указанным на экране телефона. На этом пока все. Телефон редакции 310-2005 доступен каждый будний день с 12 до 6 вечера. Если вы сняли на видео преступление или происшествие, присылайте нам. Мы покажем ролик в эфире. В студии работала Мария Никитина. До встречи на канале ОТС. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова